Советский флот Сочинского инвестиционного форума Для Ульяновской области он принес множество Положительных моментов Делегация приняла участие в большом количестве Круглых столов, общались с Различным количеством экспертов И считаю, что Те результаты, которые мы достигли Они являются Очень серьезной базой Для нашей работы В направлении развития На протяжении всего года Итоги работы на форуме дадут ощутимые результаты Для жителей всей Ульяновской области Уже в обозримом будущем В частности, в сфере развития альтернативной энергетики На территории региона Будет построен завод Производство комплектующих для ветрогенераторов Но это еще не все Проговорили С финской компанией Фортум О реализации Наших проектов В ряде муниципальных образований Я веду разговор о строительстве ветрогенераторов Это Чердаклинский район Это Новый Ульяновск Это Николаевский район Ну и ряд других муниципальных образований Другое соглашение касалось создания индустриального парка В Димитровграде От этого напрямую зависит улучшение Социально-экономического положения в городе Только вот муниципалитет Не по всем параметрам отвечает статус Территория опережающего развития Губернатор специально заострил на этом внимание Мы тратим колоссальные миллиарды рублей денег На все муниципальные образования Но в каком состоянии тогда содержание это находится Но не может же быть такого Чтобы, так сказать, город, города в зимнее Муниципальные образования в зимнее время Находились в этом запущенном По-настоящему раздражающем состоянии Кто отвечает за содержание? Губернатор поручил направить в город дополнительную снегоуборочную технику Чтобы расчистить улицы и дороги Димитровграда от заносов Обсуждение темы жилищно-коммунального хозяйства на этом не завершилось Сергей Морозов обратил внимание на то, что тарифы на коммунальные ресурсы В первую очередь на электроэнергетику Должны находиться под строжающим контролем В области пройдет мониторинг цен и тариф в сфере ЖКХ Внести мне предложение о том Где, какие у нас есть отступления, нарушения Которые должны быть незамедлительно устранены Другой важной темой, которая была затронута на аппаратном совещании Стала борьба с контрафактным алкоголем Его продажи, в частности, на селе Особенно сильно проблема стоит в нескольких районах Барышский район, хотелось бы обратить главу муниципальных образований на эту работу Что касается по борьбе с нелегальной алкогольной продукцией Это Теренгульский район, Сенгелеевский, Кузоватский и город Ульянск Вот здесь мы на сегодняшний день выявляем достаточно большое количество Фальсифицированной алкогольной продукции Руководитель аграрного ведомства пообещал губернатору до конца недели Подготовить конкретные предложения по борьбе с нелегальной торговлей Глава региона отметил, что такая борьба, как и в целом противодействие алкоголизации населения Находится в числе приоритетных задач В наступившем году усилится работа в направлении развития моногородов Эта тема также активно обсуждалась на Сочинском форуме И Ульяновская область выступала одним из экспертов по этому вопросу Принят закон Ульяновской области о мерах по обеспечению устойчивого развития монопрофильных населенных пунктов Ульяновской области Утверждены соответствующие критерии отбора монопрофильных населенных пунктов Утвержден перечень монопрофильных населенных пунктов Губернатор распорядился, чтобы аналогичные нормативные правовые документы были приняты во всех муниципальных образованиях. Кстати, в этом году перечень монопрофильных пунктов будет пересматриваться, поэтому у районов есть шанс пополнить его и получить дотации. Егор Тстов, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.